всем привет с вами татьяна на канале секреты жизни на даче и сегодня хочу вам рассказать про томат фокус-фокус я его сажала в этом году но обзор на него не делала вот а тут поступил вопрос и люди спрашивают что многие категорически сказали что сажать его не будем что некуда его использовать и в общем у меня спрашивают вы сажали расскажите я скажу расскажу свое мнение решать уже вам как вам быть то есть вот сейчас расскажу вам про томат фокус-фокус вот такой томатик значит что меня в нем заинтересовало мне он понравился красивый фирма олита сорт написано значит у урожай удачный скороспелый олита я сказала новинка и пишут бархатистые опушенные плоды не поражаются вредителями и толерантен к фитофторозу вот значит что уникальный скороспелый эндотерминатный с опушенными плодами и листьями начинает плодить 100-105 дней так в кисти 8-10 штук у меня не было в этом году 8-10 и было 5-6 поменьше 100-110 грамм так они и были первые кисть закладывается низко над шестым седьмым листом сорт хорошо завязывает плоды невзирая на каприз погоду устойчив комплексу болезней толерантен к фитофторозу но в этом году ни один томат не болел фитофтороза опушенные листья не привлекают вредителей про вкус здесь ничего не пишут вот и значит многие пишут что томат невкусный вот знаете я вам что скажу когда он полностью созрел он томат такой получается сочный внутри прям вот мягкий неплохой да но вкус не сладкий не кислый то есть вкус вот я тоже как бы не знаю но шкурка толстая но опять же что хорошо вот понравилось моей дочке она делала допустим томаты собственном соку она эту шкурку прям кипятком обдавала но вот это слово опушенный когда его хорошо помоешь вот этот вот опушенность она смывается но естественно он растет очень красивый в теплице ко мне приходили покупатели и соседи и они у всех прям вот глаза такие были какой красивый томат то есть посадить я не могу вам сказать не сажайте говно да посадить можно он неплохой он красивый у него и ствол опушенные листья опушенные но он не сильно облиственной и плоды вот эти листям прям красивый даже зеленый они висят как персики красивые до невозможности вот а насчет того что он невкусный и прям вот выкинуть его и никуда не использовать вот с этим я могу поспорить то есть если снимаете шкурку с него шкурка толстая сразу вам скажу но хорошо снимается со спелого такого томата хорошо снимается шкурка шкурку сняли томатик порезали в салате заправили маслом или там в куче с другими салатами очень получается вкусно он немножко просто полежит маслом пропитается или майонезом вообще красота мои любят с майонезом вот можно его есть и так получается чуть присолил но шкурку конечно нужно снять и вот дочка моя его использовала ей очень понравилось она практически у меня всего два кустика вот для красоты росло и семена здесь остались я свои семена не брала хотя это сорт в общем я вам скажу так попробовать можно и даже нужно увидеть вот как он растет чтобы знать представление чтобы никого не слушать и мнение разделяются там кто-то говорит прям ах а кто-то говорит что выкинуть и вообще никуда даже заготовки он не идет но глупость конечно глупость заготовки он идет шкурка снимается отлично значит собственном соку можно при автоматике положить без шкурки они хорошие такие целиковые залить этим соком томатным то же самое получается также добавили соль сахар мы же все кладем томаты когда консервируем в общем то что его использовать никуда нельзя это ерунда и он очень долго хранится у кого не получаются томаты у кого постоянно и там разные болезни фитофтора он тоже самое он не подвержен этим болезням и у кого там злокрылка или что-то на него даже не садятся никакие вредители то есть если у вас не получаются другие томаты вам сам бог велел вырастить и посмотреть роз у меня в теплице эндотерминатный высокий в два ствола а то спрашивают так еще что значит кисти не 8-10 а где-то 5-6 было томатиков но самого начала этот томат отличается от всех других томатов тем что он очень красивый он прям толстый ствол опушенный листья все опушенные и плоды такие же красивые опушенные прям вот ну я не знаю мне нравится любоваться хотя вот пару штучек пару кустиков но я посажу обязательно но были у меня немножко сомнений поэтому я как-то еще вкус не распробовал не знал куда его тоже применить поэтому обзор вот в теплице не снимала ждала вот когда они вырастут когда там поспеет когда то да сел вот так что моё вот такое моё личное вот такое мнение если вы их вам интересно потому что я прям любитель такой томатов мне было очень интересно хотя я тоже читал разные мнения и знаете что хочу сказать не только к этому томату фокус-фокус к любому томату у людей мнение разделяется у кого-то получается у кого-то не получается у кого-то вкусные у кого-то невкусные то есть здесь тоже зависит от агротехники от земли от того как вы умеете это все выращивать это приходит тоже новичков не получается это тоже приходится с опытом подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии спрашивайте что вас интересует будем с вами разбирать